Всем привет, с вами Нервгор, на сегодня я буду играть и начну серию по игре War for Overlord Эта игра по скринам, по видео очень похожа на старые две части игры Dungeons Keeper 1 и 2 часть Эти две игры были просто великолепны, я от них в свое время просто тащился и играл просто вообще на убой И я надеюсь эта же игра будет такого же понятия, такого же жанра, по крайней мере в описании очень похожа Давайте начнем первую миссию, здесь у нас похоже, научитесь пользоваться своими возможностями, владыка Я давно искал кого-то, кто мог бы возглавить мою компанию, но прежде чем мы углубимся в это, давайте-ка освежим вашу древнюю память Ну, собственно говоря Заставочку не будем смотреть, давайте сразу начнем Ну, начнем с самого начала, в общем понятно, обучение Ну, лишь пустая оболочка, впрочем, нет Понятно, это сердце моего подземелья Вот мои гоблины, которыми... которых я могу таскать, кстати Понятно И вся фишка в том, что здесь копать вот именно так, то есть мы назначаем какую-то территорию И они начинают копать Так, сейчас с камерой разберемся Камера неудобна немножечко, дело нет, нормально Плитка, которая делает эту землю вашей Вы можете построить на ней различные комнаты И пока ваш рабочий заняты раскопкой, вы смотрите на восток Это портал, один из многих путей, которые у существа приходят в вашу подземелье Прикажите рабочему... Блин, это прям игра, реально очень похожа на Dungeon Skipper Такие же порталы, так же все делается Такие же импы Это... это круто Ребятки, я прям именно этого и хотел в новой графике, чтобы это все шикарно было Сейчас они захватят портал Видите, он такой шамает Теперь, когда у вас есть портал, в вашем подземелье могут приходить различные ситуации Но для этого нужно построить комнаты, которые будут их привлекать Точнее, со строительства казарм Так, ага, вот где у нас строительство, значит, происходит вклад Существуем, вкладка так И смотрите, такая казарма будет тренировочная, что ли, как бы так Три на три, как минимум, должна быть комната Сокровища работает... О, первый гоблин пришел в ваше подземелье В наш подземелье пришел гоблин Этих зеленокожих грачунов привлекают к казарму Гоблины уже не все в порядке с головой Но главное, что они с радостью будут до смерти рубиться с вашими врагами Да, это самое главное, я согласен Все свободно отбили гоблины проводят, тренируют в казармах Но если вы вдруг заметите, что кто-то отлынивает Просто возьмите его в руку, щелкните по нему левой кнопкой мыши А потом бросите, куда хотите, щелкните правой кнопкой мыши Ну да, тем самым можно... А, ну-ка, спасение Сейчас, ну что ты Теперь, когда за вами идут различства, вам нужно удовлетворять их основными потребностями Для начала построите логово, чтобы эти бедняки могли отдохнуть Ну понятно Давайте, раскопаем, я хочу посмотреть... Эээ, логово Блин, есть такая магия, прям, то есть вселяемся в нашего какого-нибудь из монстров И прям ходим в нем, то есть прям... Это... это класс, то есть можно прям, как РПГшка, от первого лица драться, бегать Использовать умение Так Отлично, но только размените на то, что как уменьшилось ваш золотой запад Прокажите рабочему добыть золото из залежи неподалеку, помните в ближнем Ну понятно Золотишко... ну, так же мы и будем и золото добывать В принципе здесь ничего не изменилось, я специально решил пройти обучение Ну похоже, его и кстати пропустить нельзя Но если эта цифра кажется вам оскорбительной, малой, или богатство попросту делает вас еще злее, построить сокровищность и вы сможете хранить больше Ну понятно Когда теперь у вас есть немного золота, вы можете построить Здесь будут развивать микросвинок, лакомства, которые... ага, понятно, комнату надо увеличить Ну и теперь... Для моих как бы нерабочих, для импов вообще ничего не нужно для работы А вот для воинов мне пригодится как раз таки столовая, где они будут кушать Ну это просто... в первых и вторых частях это просто загон свиней был, который... ой, курятины, кстати В которые приходили... ну здесь, собственно, то же самое В которые приходили монстры и кушали здесь свиней, жрали просто их вживую, так сказать Ну не забывайте, я все-таки приспешник, приспешник дьявола, ну, ночи, так сказать Поэтому у меня... в вашем подъеме проникли враги Поставьте флаг сбора рядом с этим призраками и всех существует так, какой... а... Ваааа, флаг войны, то есть все войска мои сейчас туда рванули Смотрите, у воинов прокачивается левел, это вообще отлично То есть они, ну, качают уровень и получают его И тем... чем больше они получают уровень, тем больше они получают скиллов, сильнее становятся Ну и тому подобное Это, я думаю, и так понятно Так, вселение, вот, вселение можно сделать, давайте Во... а драться-то я могу, не интересно? Вот, а... Че-то, а вот драться я не пойму, можно не... А, нет, я махаю, че-то Какие-то скиллы есть, смотрите, нескольких Боже, я дерусь, господи! Или не дерусь? Так, ладненько, давайте, как... как выйти? Вот так вот просто Блин, забавно! Прям олдскул, конкретный олдскул Мне это очень нравится Так, давайте уберем Нет, а как его убрать? Да Чтобы убрать флаг, просто щелкните по нему, то есть То есть, щелкните правой кнопкой мыши А! А, вот так, просто сломал, все, понятно Так, учтем Так, и следующий, я вот пропустил, что следующий нужно было мне Так, во-первых, давайте, знаете что? Увеличим вот эту комнату, потому что я точно знаю Если я буду увеличивать комнату Ту, в которой Тренируются Войны, она... Войны будут туда приходить больше То есть, ну, конечно же, и еду надо больше Это он так спит, что ли? Нормально, вот эта кровать, и он так спит-то Ну, ладно, это Маленькие пока что недоработки Они в любом случае будут Без этого никак Ну, давайте Давай-давай-давай, заканчивайте комнату быстрее Игрушка прикольная Всем советую Я даже ссылочку, наверное, скину под видео на... Так, у вас... А, у меня денежки кончилось Ссылку скину обязательно под видео и сделаю По... Неофициальную версию, так скажем Ну, ребятки, сами смотрите, конечно Всегда приятнее, наверное, поддержать разработчиков Чтобы они Развивались быстрее Так Убейте остальных признаков Поставив рядом с... С ними флаг сбора То есть мне просто нужно Флаг сбора Сбор рабочих Тупик Сбор всех существ Ваааа Ватаку Ватаку Мои воины У меня их два всего лишь, конечно Или три А, нет, четыре Почему-то только Двое довольные Ну, двумя только циферки Вот так вот Ага, то есть для них вода Это не страшно, в принципе Понятно все Ваши существа А, а, ваше существо напали В этом я на них вроде напал, но Так Гоблин пришел в ваш педе А, это просто Понятно Это Сообщение Единственное, что вот здесь В этой части Мне не нравится То, что интерфейс маленький Как вы видите, они продолжают Крутиться вернуть флаг Вы можете убрать флаг Щелкнуть по нему правую кнопку Тогда существа смогут вернуться К работе и жизни В привычном подземелье Ну, это понятно все Вы можете использовать заклинание спасения Чтобы немедленно вернуть Какое-то существо в свое подземелье Но если во время чтения Это существо подвернется Атаке, заклинание Понятно То есть можно вернуть Если оно где-нибудь закрылось Или в какой-нибудь подземелье Это все было спрятано Или еще что-нибудь в этом роде То можно будет всегда Использовать его заклинание А, ну вот, собственно говоря Можно будет использовать Это моя мана Да, ну понятно А вы в ударе, владыка Я так долго ждал возможности Начать войну за землю Давайте перенесемся в мир Кайроса И предложим ваше Продолжим ваше обучение В сражении с более подходящим противником Ну, понятно Я прошел задание Давайте следующую миссию Посмотрим быстренько И что у нас тут Классно Это даже карта Как в Dungeon Keepers Ну, в старой версии Dungeon Keepers Я не путаю название Так же там Ты проходишь Тем дальше проходишь Тем сложнее становится Используйте ваши вновь Обретенные силы Чтобы уничтожить Лорда Русифома И Подавитель Который он охраняет Ну, давайте, поехали Потому что в любом случае Продолжать надо Я бы лично хотел Эту игру пройти Прямо полностью Я ее и пройду Оболочку этого мира Через раскол Слава имеется в точку Соприкновения мира К сожалению, империя Разработала специальные средства защиты Которые не позволят вам Не позволят вам прорваться В самое сердце Эти предводители Не позволяют владыке Пересекая границы Ихи цветы Но, как говорится Вода камень точит Понятно Я поздравляю, что ВСК этой империи Еще не приходилось В настоящих боях Но для атаки Вам все равно Нужно собрать Несколько Существует Понятно, в общем Ну хватит уже Хочу пропустить Понятно Смысл Смысл Никакой не изменился То есть Грубо говоря То это сердце Того подземелья Постройте архив Размером 3 на 3 Чтобы привлечь культистам То есть Ух ты Даже вот так вот Как-то Никогда не любил Когда вот так вот Портал Обстраивается Так нечестно Может быть я не хотел Вот так вот делать Еще золотишко Ну нифига тут золото Так ну Просто Хотелось бы Чтоб это все Симпатично было А так получается Что симпатично Уже не получится Вот так вот Пускай будет То есть Это их Грубо говоря Вот это вот Где эта карта А вот Ихнее сердце И его нужно разрушить Понятно То есть Тут все даже Вообще Очень просто Конечно Открылся другое Что-то Господи Комнат просто Немеренно Так ну давайте Потихонечку Начнем развиваться Потому что Сразу Порой Несколько комнат Посмотрим Единственное Что здесь Вот я смотрю Всяточки Какие-то Проходы Туннельчики Вечные Какие-то Можно нарваться Сразу на какой-нибудь Сквозной проход Что не очень круто будет Видите Вот здесь Вот в пример Не видно Из-за темноты И комнаты Могут быть неровные Но в принципе Это тоже конечно Не страшно Так у меня 16 тысяч денег И то уже Перебор с деньгами Смотрите Ну вот Вот как вот А заделать дырочку Никак не получится Это вот учтите Так Ну в первую очередь Наверное нужно Некоторые моменты Типа Давайте вот здесь Вот так вот Уберем И здесь культисты Культисты К нам придут Ну вот я смотрю Уже туннель Видите Прорыл дырку И туннель Пошел Пошел куда-то И здесь тоже Видите Пошел Пошел Туннель Куда-то Блин Вот это Жалко Я не вижу В темноте Что происходит Денег Немерено Уже Смотрите Они просто На полу Деньги Валяются Вот уже Просто Вообще Портал Какой-то О господи Это что такое Это я не знаю Что такое Название По-английски Поэтому Пути зла Одно Количество Доступных грехов Которые Вы можете Использовать Так Понятно Это Понятно Это то есть Глаз Которым Можно определить Место Куда мне И зачем Мне И тому подобное Все понятно Так Здесь хотя бы Я надеюсь Вот здесь Вот комнатки Будут Вот Свободные Господи Потому что Не хотелось бы Так Давайте-ка Знаешь Все Казармы Казармы Вкладки Все Так Нет Я продать точно не хочу Я просто вижу Логово Вижу Свинарник Но не вижу Библиотеку Для культистов Архив Размером 3х3 Так Давайте Спальню Сделаем Это раз Потом Сделаем Тренировочный Ну вот здесь Давайте Хрюшек Хрюшек Накормим Здесь Сделаем Короче Кормежку Им Здесь Давайте Сделаем Казармы Тренировочный Гоблины Пришли Ну это И так Понятно Что гоблины Придут Так Сокровищницы И вот Давайте Может быть Вот здесь Вот прям Сокровищницы Сделаем По По краям Так сказать Портала Прям Чтобы Монстры Приходили И сразу Таки Видели Ооо Какое Богатое Королевство Типа Не зря Я сюда Пришел Так Трех Культистов Мне говорят Вон Нанять Как минимум Только Я реально Не вижу Больше Ааа Вон Оно Что Исследуйте Архив Давай В этой комнате Что-то смогут Открыть для вас Новые Грехи Которые Вы сможете Спорить Чтобы Вернуть Себе Утраченные Знания Вот это Прикольно То есть Какой-то Апгрейд Произошел То есть Можно Как-то Модернизировать Свои Здания Прогресс Устраивать Это Это Хорошо Это Вот Интересно Так Ладненько Давайте Тогда Вот здесь Сделаем Сейчас Потому что Здесь Такая Подходящая Комната На мой Взгляд Будет Как раз Таки Ну и Что-то Они У меня Это Не хотят Не Хотят Быстро Задел У У У У Тоже Получается Прокачивать Левел И Я знаю Точно По крайней мере В Dungeons Keepers В игре Старой Было То что Когда Построить архив Владыка Построю То что Когда Уипов Увышался Огромный Левел Они Начинали Быстро Бегать Накладывать Баф И Ускорение Быстрее Копать Ой Я не то Построил Блин Я не то Построил Как Продать А Вот То есть Я не то Построил Блин Это Печально И Самое Главное Они Телепортируются Там Элитные Такие Импы Они Телепортируются Могли Притом Когда Они Чем Больше Они Получают Опыт Ну По крайней мере Тогда Было Они Росли В Размерах То есть Такие Блатные Импы Культист Вааа Пришел С Кинжалом Прикольно Ну Все Понятно Довольные Слабые Войны Зато Они Могут Читать Но Это Самое Главное То Что Они Могут Развивать Новые Грехи Давайте Почитаем Смотрите Сколько Развитий Здесь Можно Просто Какая Красная Волна Синя Какая Волна Посередине Похоже Ну То То Есть Это Направленность Скорее Всего Какая Нибудь Или Что Нибудь В Я просто Не могу Этой Игре Дать Она Изначально Была В то Время Очень Крутой Идея Очень Крутая На мой Взгляд Одна Из Первых Я считаю Вот Таких Жанров Такого Уникального Жанра То есть Вот Это Управление Вашим Подземельем Оно Конечно Вообще Многого Стоит Так Давайте Сразу Раз У меня Есть Место Для Хранения Золота Почему Бо Все Золото Который Кстати Здесь Такие Хряки Вон Висят А здесь Такие Маленькие Хрюшки Бегают Маленькие Хрюшки Сейчас Вот Будет Жрать Ну Как-то Так Не Слишком Анимировано Как Он Это Делает Ну Игрушка Весит Собственно Говоря Не очень Много Ссылочку Обязательно Я Наверное Скину На Неофициальную Версию Это По-любому Так Давайте Посмотрим Что У нас Тут Че Они Тут Читают Или Что Я Не Пойму По-моему На свой Кинжал Больше Молятся Чем Что-то Делают Толково Подождите Пока Культицы Исследуют Ваши Культицы Поработали На славу И теперь Вам доступен Новый Грех Используйте Его Чтобы Открыть Таверну В путях Зла Ого Здесь Разумные Существа Смогут Поесть И Разлечь За Мангалом Будет Следить Будет Следить Работе В этой Комнате Ваши Существа Смогут Насладиться Жареные Наверх Свинения И Крепким Зельем Давайте Вот здесь Комнат И Сделаем Смогут Смогут Какое-то Время Работать Лучше Ну понятно В общем Развлекаловка Это Это В принципе Нормально Три на пять Каждая комната Может Привлечь Ваш Подземелье Лишь Определенное Количество Существ Чтобы Привлечь Еще Больше Существ Комнат Нужно Расширять Ну я Расширьте Архив Или Казарм Чтобы Привлечь Подземелье Больше Существ Ну это Я и так Поднимал Видите Они Не прокачиваете Вы Получает Левел Уже Второго Левела Ничто Не дает Бесплатно Владыка Вот И вам Приходится Регулярно Платить За работу Не забывайте Следить За золотым Запас Поскольку Если Вам Нечем Платить Своим Поданным Они Быстро Найдут Себе Нового Ходяня То есть Да Есть Такой Мент Когда Деньги Кончаются Они Могут Спокойно Уйти В портал К счастью Получен День Ваш Судар Потрат Товер Неплохо Придуман Не правда Ли Да Ну понятно Так Давайте Посмотрим Они Изучили Мне Исследовать Пророчество Временно Убирает Туман Войны В небесной Области Можно Использовать Любой Точке Экран Давайте Это Магия Мы Открыли Да Я так Понял А Вот Процесс Идет Изучение То есть Они Читают 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 И получат Можем Использовать Так Затевает Что-то Разведчики Разознаете Что За чертовщину Чтобы Они Разобрались Исцеление И молния Можно Смотрите Использовать Блин А как А на своей земле Только могу Использовать Да Сейчас Посмотрим Видите Вот А Те Ту Землю В которой Сделана Был Умной Стена Они Более Так Ну Отлично Более Дольше Копают И То есть Конечно Ж Если Вы Хотите Чтоб Они Видите Они Сразу Укреплять Это стены Прибежали Прикольно Расширьте Архив Или казармы Соберите Своих Суще Чтобы убрать Разведчиков Империи Как только Они Войдут На вашу Территорию Это Я Уже Сделал Так И Вот Это Тут Мне Советует Расширять Немножечко Два Здания Давайте Это Конечно В этом Я не вижу Проблем Вопрос Было бы Куда Карта Пока что Маленькая К сожалению Поэтому Ну И расширение Большие Не получится То есть Такие Есть Вот Упираемся В Камень Который Нельзя Раскопать Но Это Предел Карта К сожалению Так Давайте Ну Давайте Здесь Тоже Можно В принципе Я Забываю Что Обязательно Им Нужно Блин Вот Здесь Некрасиво Получается Обязательно Им Нужно Сделать Такую Ну Как бы Землю Только Тогда На ней Можно Будет Строить Посмотреть Вот Здесь Есть Дальше Куда Нибудь Там Вот Здесь Уголок Просто И Так В общем Надо Посмотреть Возможно Вот здесь Вот уже Камень Который Нельзя Раскапывать Скорее Всего Да Я же Сказал То есть Недалеко Я могу Просматривать Конечно К сожалению Так Ну Понятно Два Заклинания Получилось У меня Лечение И Молния Это Так Понятно Наверное Для чего Они Нужны Ну И все Исследовать Я больше Ничего Не могу Так Что Наверное Давайте Знаете Что Мы Пойдем В В атаку Пора Уже Так же Я могу Собрать Просто Своих Вот так Вот В руку Могу Собрать Своих Воинов И покидать Их Где Вот Где Мне Вздумается Так Скажем И Сейчас Симпы Начнут Захватывать Их Не Землю То есть Землю Врагов Моих Просто Вот Прибегая Сейчас Они Будут Начнут Разламывать Как бы Ну Не Разламывать Ну Сейчас Увидите В общем Это Главное Я Все Говорю Из Тех Частей Игры Донженс Киприса Ну Как Видите Чуть Подольше Но Вот Он Перешаманивает Видите То есть Как бы Убрал Старый И поставил Новый Так Вот Видите Видите Идет Сейчас Я могу Здесь Вот Уже Поскидывать На своей Земле Вали Гада Есть Так Так Давайте Знаете Что Мы Еще Покруче Сделаем Мы Сейчас Где Ничего Здесь Поставим Флаг Вот А Я же Могу Прямо Сюда Вот Атаку Смотрите Дверь Стоит Которую Нужно Обязательно Сломать Ну То есть Они Только Тогда Когда Сломают Тогда Смогут Там Пройти Конечно Сейчас Гоблины Придут Наваляют Это Двери Так Давайте Ко Знаете Тогда Еще Вот Сюда Здоровье Ваше Все Показано С помощью Лепестков Вокруг Ну То есть Как видите Я могу Подлечь Своих Врагов Если Это Захачу Видите Здание Перезахватили Мы Точнее Убрали Их 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 Спали Или Что Там Было Ребятки А че 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 Давай 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 Атакуем 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 Господа Ээээ Гоблин Гоблин Вот Все Подлечили Полечили Полечили Замес Понеся Оп Маны Пока что Нормально Так что Маги Смотри Шамане Да Че делают Че творят Че творят Помогли Чтоб Не уходил Пора Боим Вернуться Заперить Дверь Ждем Подкрепления Смотрите Как легко Ваши Считал Удалось Вывезти Саперов Если бы Я был Чуточку Поглупее Я бы сказал Что империя Совершенно Не готова К войне Воины Должны В принципе Сами Отступать Когда будут Проигрывать Совсем Ну Когда у них Будет Совсем Уже Мало Денег Ой Жизней Денег Говорю Так что Ребятки Потихонечку Можно Единственное Что я наверное Вот сейчас Вот Все таки Где Где Флаг То мой Где Мой Флаг Где Мой Флаг Я не Вижу Свой Флаг А вот Мы Давайте Его Уберем Чтобы Они Пошли Расслабились Отдохнули Пока что Импер Будут Перезахватывать Территорию После того Как Враг Прорвался За стену К оружию Парни Вот Это Чувака Надо Опасаться Мне кажется Сэр Русифом Ну Собственно Говоря В нем И была Проблема То есть Его Как раз Таки Нужно Убить Ну Как Видите Я Очень Много Уже Захватил Коут Я Просто Они Переходят В мое Как бы То есть Я Ими Начинаю Управлять Тут Вот Кстати Может Быть Я Зря Здесь Не Раскопал Что Может Быть Там Секрет Какой Ни Был Вполне Ж Может Быть Такое Может Быть Чуть Подольше Серии Получится Потому Что Я Хочу Закончить В Потом Заклинание Появится Еще Одно Которое Позволит Мне Приобретать Новых Импов То есть Увеличивает Количество Импов Если Вы Не Хотите Чтобы Делать Что Делать Имейте Смело Сказать Мне Об Этому Владыка Ну Ладно Давайте В принципе Проатакуем Потому Что Это Как Бы Не Сложно Так Могу Только Не Всех Короче Ну Как Видите Этого Сира Просто Вырезали Вот В Секунду У У Меня Прям Сразу Прокачивается Быстро Я Очень Прокачиваюсь Ну Все Сейчас Я Разломаю Их Ни Не Хочу Чего Задание Странное Странное Ну Все Собственно Говоря Вот Таким Макарами Прошли Так Что Подписывайтесь На канал Ставьте Лайки Потому Что Игрушка Очень Классная Я Надеюсь Вам Тоже Понравится И захочется Посмотреть Что Будет В конце Когда Моя Армия Будет Просто Не знаю Армии Демонов Каких Нибудь Так Что Я Надеюсь На множество Лайков Чем Больше Лайков Тем Быстрее Вызывается Мой Канал Поэтому Я Прошу Ставить Побольше 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 Лайков Так Что Всем Пока С вами Бумный Горд